Ну вот, говорю, что все одно и то же, я принимаю, что это не то, но тянет мысли, мысли. Ну, сейчас я благодарю, Бася, тебя. Состояние такое, как это слово-то называется, богословление, что ли. Благодарю. Зашло. Ну, как будто вот ты мне разрешаешь делать то, что я хочу. Это так смешно. Ну, вот смотри, та, которая делала, да, и та, которая не разрешает делать, так они еще едут. Ну, опять же наедете, Господи. Поэтому ты должна с собой разобраться. Не кто-то должен тебе там разрешение дать. И то, что ты думаешь, что я тебе дал разрешение, да нет. Я тебе просто разрешил быть и той, которая разрешает себе, и той, которая не разрешает себе. И так как их не существует вообще на самом деле, поэтому это будет и продолжение игры, там появится еще третье. Или игра закончится, и эти две исчезнут. Поэтому не думаешь себе, что кто-то тебе что-то разрешит жить как-то вот в этом мире по-другому. Только ты сама себе это разрешаешь или не разрешаешь. Ты, внутренняя ты, внутренняя жизнь. И я с тобой говорю, если ты делаешь ошибку, ты ее делаешь сама. И ты за нее отвечаешь. Если ты не делаешь ошибки, ты в этом ответственная, что ты не делаешь ошибки. Только ты, кроме тебя там никого нет. Меня туда не вкутывай. Меня там не удерживаешь, меня там не будет. Там, где ты думаешь, что есть Василий, который разрешает, и он будет внутри тебя, когда ты будешь делать какое-то действие. И это будет как вспоминание меня, что я разрешил тебе делать то, что ты будешь делать. Но это буду не я. Это будет мысль обо мне. Значит, ты еще не свободна, если ты думаешь обо мне в этот момент, когда ты делаешь действие. Значит, до сих пор свободы еще нет. Свобода будет тогда, когда меня там тоже не будет. И тебя не будет. Но это свободна. Поэтому убей того, кого ты создал, а сейчас иллюзию, которую разрешил тебе, выкинь его из головы. Да, осознание этого нет. И если уловила, проговорила, благодарила. Ну, молодец, что сказала об этом. Молодец, что благодарить начала, потому что ты проговорилась, ум проговорился. Благодарить-то здесь никого, нечем в этом мире. Самая лучшая благодарность, когда ты делаешь то, что ты хочешь. Это ты благодарный не только себе, а и обществу, в котором ты живешь. Потому что, когда я говорю, что жить без ума, это не с ним не текут. Это жить без ума, это когда ты живешь через сердце. Живешь только через сердце. Если ты живешь через сердце, ты никому не сделаешь плохого. Ты ни себе не навредишь, ни другому. Но если жить через ум, который все боятся, типа, потерять, то он их только и насилует. Он это все создает, войны, все, все. Войны, разводы, жених, буддейти, машины, квартиры, банки, деньги. Все. Нужно ли это все, что он создает? Нужно ли за это все бояться, то, что он создал? Ведь гробу же никому этого не нужно будет. Значит, в гробу мы видим, что нам уже ничего не нужно. Мы ничего не можем взять. Значит, мы прожили эту жизнь зря, просто зря. Мы жили ради чего-то ненужного в этом мире, ради материального. Материально можно использовать. Но не чтобы оно тебя использовало, а ты его. не бойся ничего в этом мире. Ни разговора, ни действий. Тебе кажется, что может случиться самое плохое в твоей жизни, это будет не самое плохое, это самое лучшее в твоей жизни, того, чего ты боишься. Потому что все боятся смерти, но никто не знает, что такое смерть. Никто не знает, что это неплохо, это хорошо, это освобождение. Это свобода, это как избавиться от зажигалки. А все боятся этой смерти, но никто от нее не убежит, никуда. Все равно придется освободиться от этого мира и стать простотой ничем, пространством просто, в котором этот мир проявлен. Мы станем тем, в чем мир проявлен. А мы сейчас живем миром. А мир проявлен в нас, в ничто, в пустоте, в бесконечности. Он проявлен внутри бесконечности. Не бесконечность в нем проявлена, а наоборот. А мы этого боимся, стать ничем.